Ой, друзья, сейчас будет фокус. Не знаю, будет ли вам видно, у нас начинается ураган. Смотрите на деревья. Это просто жесть. Если вы это слышите, это ветер. Я вообще в шоке. Вдруг потемнело жутко. Вон светлое небо уходит вдаль, на восток. Ужас. Такой ветер страшный, и в воздухе вон мусор летает. Ой, сейчас перемещусь. Посмотрите на это. Здесь нужно какую-нибудь страшную. Музыку нагнетающую. Посмотрите, как на горизонте вот это серое пятно. Это ливень, который сейчас накроет наш район просто. Вот жалко, камера не передает, какое серое небо. У нас окна просто ходуном ходят. Я боюсь, что вообще может все нахрен вырвать. Посмотрите на деревья. Вообще, ну, передать, как они нагибаются, это вообще ужас. Я такого очень-то не помню в Москве, что вот такой ураган был. Когда у нас коровы летали, давно такого не было. Вон, все, ливень начался, люди разбегаются. Вон, смотрите, сколько веток поломало. Я даже боюсь окно открыть вообще что-то. Смотрите, какой ужас. У нас еще только легенький ветерок, а вот там вот уже ливень. Уже ураган. Это космон. Какая сила у природы, у стихии. Я в жизни такого не видела в городе. Такого ужаса. Там, видите, вот за белым вот этим домом справа, который... Там вообще стена только что прошла из ливня. Ужас. Видите, как деревья гнутся? Это в городе. А я представляю, что сейчас в лесу где-нибудь, где просто плашмя лежат. Боже. У нас сходит ходуном окно. Надо сворачиваться. Если вы слышите вот это завывание, вообще это ветер. Кошмар. Слушайте, я пошла. Надо закрыть дверь, потому что из-за сквозняка еще больше вероятности, что что-нибудь случится. Причем я еще переживаю, что очень сильный ветер. И летает в воздухе всякий мусор. Типа, знаете, там куски фанеры, какой-то пластик. И это все может попасть в окно. И если разобьется, то вообще будет жестко. Вот там, не знаю, вообще будет вам видно. Небо вот там прям такое серое-серое, как будто стена идет из дождя. Все, я пошла, ребята. Тут еще хуже ветер стал. Пожелайте удачи, кто не в Москве. Ой, всем доброе утро. Сейчас буду готовить себе сырники в духовке запеченные. Я уже их как-то делала, но без рецепта. В принципе, довольно все просто. Вот этот творог после киржачского, этот у меня на втором месте стоит. Но вот мне нравится нулевый. Нулевого не было, поэтому взяли 9%. Вот. У меня, значит, две пачки. Добавлю отруби. И две или три столовые ложки. Посмотрю по ситуации. Два яйца у меня здесь осталось. И, может быть, еще половину столовой ложечки. Или одну столовую муки. Потому что все-таки мука, она получше немножко их связывает. Слепляет как бы вместе, чем отруби. Вот. Ну и добавлю немножко соли. И каких-нибудь специй. Мне нравятся солененькие. Как я поняла. Вот. И сейчас покажу вам, какой у меня консистенции все получится. И покажу уже конечный результат. Вот, друзья, у меня получилась вот такая консистенция. В принципе, она довольно суховатая такая. Я добавила 4 столовые ложки отрубей. Решила без муки. В принципе, творог тоже немножко такой суховатый. Сейчас добавлю еще вот такую приправку. Мне нравится. Там в основном смесь трав. Вот. И оставлю минут на 10, чтобы отруби немножко подраспухли. Как бы впитали в себя влагу от творога, от яиц. И потом уже буду выпекать. Покажу вам, что получится. А еще, может быть, добавлю сверху. То есть, когда буду выкладывать, сверху посыплю кунжутом. Вот. Увидимся, когда будет все готово. Вот, ребятки, получились такие малыши. Очень такие они воздушные, мягенькие, очень вкусные, в меру соленые, в меру остренькие, пикантные. Я бы даже сказала. Получилось 12 штучек. Одну я уже попробовала. Соответственно, чтобы высказать мнение. Но делаю я их уже третий раз. Вот. Так что мне все нравится. Попробуйте. Может быть, вам тоже понравится этот рецептик. Такие, получается, полезные сырники. Или не сырники, как назвать это, творожники. В общем, такая вкуснятина. Приятного аппетита! Приятного аппетита!